Еще одна рабочая неделя подошла к концу. О самых главных ее событиях расскажут корреспонденты телеканала Первый Мытищенский. Меня зовут Анна Смирнова и это программа «Итоги недели». Дома на улице Трудовой построены в середине 30-х годов прошлого века. Невооруженным взглядом видно, что морально и физически они устарели. Проблемы с крышей, отоплением, водоснабжением и канализацией. Условия, в которых жили люди, приемлемыми назвать сложно. Но это в прошлом. В 20-й микрорайон пришла реновация. В этом вопросе Мытищи в буквальном смысле стали передовиками, реализовав эту программу первыми в Московской области. В рамках первого проекта реновации Московской области мы переселяем из ветхого аварийного фонда 58 семей. 52 семьи уже получили новые комфортные квартиры, в которые они с удовольствием переехали. Все жители очень довольны новыми условиями. Осталось буквально 6 семей, которые в течение одного месяца переедут в новые квартиры. Старт строительства глава округа Юлия Купецкая и инвесторы проекта группы компании «Самолет» дают в торжественной обстановке. История вершится на глазах. Фундамент первого дома они закладывают капсулу времени. Какими будут Мытищи к тому моменту, когда ее откроют, неизвестно. Но застройщики уверены. Долина Яузы надолго станет украшением города. Мы на месте ветхих домов строим не просто какие-то обычные дома. Мы действительно стараемся сделать нечто уникальное и подарить жителям новый уровень жизни. Уже через два года на этом месте появится современный жилой квартал со всей необходимой социальной инфраструктурой. Благоустроенные дворы будут свободны от машин. Вдоль домов проложат пешеходные зоны и велодорожку. В общественных пространствах создадут все условия для комфортного отдыха. Новый проект позволит возвести жилой комплекс, но сохранить здесь историческую атмосферу, тишины и уюта. Реновация – это не только строительство новых комфортабельных домов, новой жилплощади. Это, конечно же, и социальные проекты. Конечно, данный микрорайон будет обеспечить и новым детским садом, и пристройкой на 100 мест к существующей школе. И мы понимаем, что это совершенно новый уровень проживания жителей в Московской области. Реновация – это действительно новый уровень жизни, а не просто дополнительные квадратные метры. Тот случай, когда не только в квартире, но и во всем микрорайоне уютно, как дома. Мечта, ставшая реальностью. Несколько молодых семей начинают строить планы по переезду в новые квартиры. В администрации округа им торжественно вручили жилищные сертификаты. В этом году участниками программы «Молодая семья» стали сразу несколько мытищенцев. Радость новоселами разделила наша съемочная группа. На вручение жилищных сертификатов администрацию округа семья Лапшиных идет в полном составе. Этого дня они ждали два года. Еще в 2021 Евгений и Екатерина собрали все документы и оформили ипотеку. Сейчас супруги вместе с тремя детьми живут в своей трехкомнатной квартире. Благодаря участию в программе «Молодая семья» они смогут погасить 35% от стоимости жилья досрочно. Когда Ирина Михайловна, наша гречишникова, позвонила, ответственная за нас, позвонила и сказала, что вот уже на пятницу назначена, у нас там был танец всей семьей дома. Мы включили музыку, танцевали, уселились. В общем, мы очень рады. В этом году обладателями сертификатов на приобретение жилья стали три мытищенские семьи. Среди них Чита Максименковых. Многодятная мама Анна признается, получение этой социальной поддержки – одно из главных событий в жизни – после рождения троих детей. Ждали недолго, всего лишь год, поэтому мы очень сильно рады. И когда нам сказали, что спустя год мы попали и нам дадут сертификат по молодой семье, мы очень сильно обрадовались. Мы так счастливы этому. Детишки все рады, потому что все-таки где сейчас живем и где квартира будет, у каждого будет своя комната. Программа по обеспечению жильем реализуется в мытищах с 2006 года. За это время обладателями заветных сертификатов стали 83 семьи. Все молодые, возраст супругов до 35 лет – это обязательное условие. Кроме того, они должны быть прописаны на территории Московской области и быть признаны нуждающейся в улучшении жилищных условий. Всем этим критериям соответствовала и семья Ванесян. Впечатление просто превосходное, наверное, потому что мы действительно очень долго к этому шли. На самом деле было тяжело иногда и думали, ну все. Нет так нет. Все-таки, как говорится, вера победила. Благодаря специалистам, работающим в администрации города Мытища, у нас все получилось. Поддержки их, наверное, да, больше в этой степени, поэтому мы очень счастливы. Этот год уже начался у мытищенцев с хорошей новостью, а значит и пройдет он успешно. Впереди их ждут приятные хлопоты обустройство их собственной квартиры. Наверное, все взрослые, которые присутствуют в зале, понимают, что нет ничего лучше, чем собственное жилье, удобное, комфортное, куда можно прийти, где поделиться своим счастьем, а может быть, своими бедами, своими чаяниями. Когда можно пообщаться со своей семьей, со своими детьми. Но и самое главное, создать свой уголок, в котором всегда будет доброта, любовь, взаимопонимание. Дополнительную информацию о программе можно узнать на сайте администрации в разделе «Инвестиционное строительство». Возможно, именно ваша мечта в следующем году воплотится в реальность. Далее о медицине. В мытищах на базе научно-исследовательского клинического института детства открылось отделение для лечения детей с аллергией и иммунными заболеваниями. Оно уникальное и не имеет аналогов в России. Дневной и ночной стационары, собственная лаборатория, полный спектр лечебно-диагностических процедур. Подробно о преимуществах отделения расскажет Екатерина Шарыпова. Кожный зуд, сыпь, шелушение или покраснение, слезоточение, насморк. Эти симптомы знакомы людям, страдающим аллергическими заболеваниями. И это одна из наиболее распространенных патологий во всем мире. С каждым годом растет число людей с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и атопическим дерматитом. Если не справиться с этой проблемой с детства, если не вести этих пациентов, то такое состояние, как атопический марш, то есть кожные проявления, риниты, конъюнктивиты и бронхиальная астма будут сопровождать человека на протяжении всей жизни. А количество аллергиков сейчас только увеличивается. Только в Московской области насчитывается около полумиллиона детей с подобными нарушениями. Учитывая актуальность данной проблемы, в научно-исследовательском клиническом институте детства 9 января открылось первое в Московской области отделение аллергологии и иммунологии. Здесь пациенты могут получить высококвалифицированную помощь как в дневном, так и круглосуточном стационаре и даже вне стен лечебного учреждения. Мы впервые опять-таки призвали к себе на помощь искусственный интеллект и дистанционные технологии, которые мы внедряем, они позволяют на расстоянии посмотреть пункцию внешнего дыхания у ребенка с тяжелым, ну порой неконтролируемым течением бронхиальной астмы, послушать, что в легких у ребенка, который находится дома. А врач в отделении может понять, есть обострение, нет обострения, нужно звать его на консультацию, либо на дневное пребывание, либо срочно госпитализировать в отделение. У 11-летнего Вани Кузнецова проблемы с кожей. Зуд не дает покоя ребенку ни днем, ни ночью, мешая вести привычный образ жизни. Иногда я расчесывался до такой степени, что он прям почти был за кровью. Ване назначили лечение, подобрали диету и дали необходимые рекомендации по уходу за телом в домашних условиях. Сейчас пациент раз в две недели приезжает на профилактический осмотр. Учитывая очень тяжелое течение, мы использовали геноинженерную терапию. В результате за полгода Ваня практически выглядит здоровым человеком. Если на него посмотреть, нельзя сказать, что у него был тяжелый атопический дерматит. Он был весь сухой, шелушащийся и с очень сильно воспаленной кожей. Маленькие пациенты, поступающие в отделение, получают полный спектр лечебно-диагностических мероприятий. От определения заболевания до подбора контроля терапии. Для этого в лаборатории проводят комплекс мероприятий по изучению той или иной патологии. С помощью высокоточных приборов в кратчайшие сроки здесь можно получить результат анализов. В связи с тем, что заболевания, которые лечат в отделении, довольно редкие, но тем не менее пациентов таких достаточно много, они нуждаются в такой помощи, нуждаются в качественной диагностики. Поэтому нам пришлось стать некоторым роде уникальными и сделать для них полноценную программу по лабораторной поддержке. Сейчас в отделении аллергологии и иммунологии 30 коек дневного стационара и 11 круглосуточного. Получить медицинскую помощь здесь могут дети и подростки до 18 лет. Для этого необходимо взять направление у педиатра по месту жительства. Лечение в отделении бесплатно по полису ОМС. В Подмосковье продолжают действовать меры социальной поддержки для медицинских специалистов. Губернаторская программа «Земский доктор» дает возможность получить единовременную денежную выплату в размере 1 миллиона рублей врачам и 500 тысяч рублей фельдшерам. Главное условие – быть трудоустроенным в сельской местности. В рубрике «Работа на отлично» рассказываем о фельдшере Владиславе Короткове. Владиславу Короткову всего 22, но он уже успел набраться опыта. В Новосельцево фельдшер работает полгода. Один медик на все село. Однако успел заслужить уважение и доверие жителей. Добрый и внимательный. Он оказывает необходимую помощь каждому пациенту. Мы очень довольны, что у нас молодой специалист работает. О нем очень хорошие отзывы идут. Я вот сегодня пришла сюда первый раз. И я довольна его отношением, довольна его вниманием. Владислав родился в Мутищах. Два года назад закончил Московский медицинский колледж. После учебы работал на станции медицинской скорой помощи в столице. Год отработал в Москве. Понял, что тяжело. Тяжелая профессия все-таки на скорой. И мне знакомые, которые работают в нашей поликлинике, предложили прийти сюда на ФАП. Потому что было свободное место, был свободный ФАП. Он здесь два года не работал. О программе «Земский доктор» Владислав узнал от коллег. И о том, что участники получают единовременную выплату в качестве подъемных. Один миллион рублей врачам и 500 тысяч рублей фельдшерам. Я пришел в отдел кадров, стал трудоустраиваться. Мне сразу по пунктам описали, что есть такие-то льготы социальные. Есть такая программа. Естественно, я согласился. Буквально вот я в октябре. Просто я долго думал, буду, работать здесь не буду. В октябре я подписал договор с больницей. И буквально в начале декабря мне уже выплатили деньги. ФАП для Владислава, говорит, стал почти вторым домом. И к тому же находится недалеко от места проживания. Это во многом сказывается на качестве работы. И в конечном итоге на здоровье и настроении пациентов. А за помощью к Владиславу приходят и взрослые, и маленькие пациенты. Очень рады. И рады мы очень тому, что Сухаревская больница наша его нам предоставила. Отзывчивый. По любому вопросу, какому только ни касаемся, он всегда помогает. Всегда. Что с ребенком, что мы с давлениями, с головами, с горлом. А для этого в ФАПе есть все необходимое. Кабинет фельдшера, просторный процедурный кабинет со всеми необходимыми медикаментами, офтальмологический и для акушерского осмотра, а также санитарные и бытовые комнаты. Этот фельдшерско-акушерский пункт – пример образцового учреждения. И он успешно работает в рамках проекта «Эффективный ФАП». Здесь комфортно и уютно как для пациентов, так и для персонала. К единственному сельскому ФАПу в Новосельцево прикреплены 680 пациентов из пяти окрестных деревень. Летом это количество человек увеличивается за счет приезжих дачников. Соответственно, и прибавляется работа у молодого фельдшера, который рад оказать помощь всем. К другим темам. Глава округа Юлия Купецкая проверила ход строительства образовательных учреждений. Сейчас в Мытищах возводят порядка 10 социально значимых объектов. Рабочая группа администрации посетила микрорайоны 16, 17А и 25А, где в скором времени сдадут 4 школы и детский сад. Какие из этих соцобъектов строятся в срок, а где необходимо наращивать темпы, расскажет Татьяна Горностаева. 16-й микрорайон считается одним из самых густонаселенных в Мытищах, поэтому строительство новой школы на 1650 мест жители ждут с нетерпением. В строящемся здании помимо 66 учебных классов проектам предусмотрены кабинеты для занятий иностранными языками, рисованием, музыкой. Также здесь будут просторные лаборатории, пищеблок, спортзал, большой октовый зал на 622 человека. Всё это мы увидим через полтора года. А пока – начало стройки. Можете обратить внимание, выполнены работы по фундаментной плите «Монолит» порядка 20-25%. Ведутся работы по армированию техподполья. Планируем в начале следующей недели заливать эти простенки. Также ведутся работы по гидроизоляции под фундаментной плитой. Также ведутся работы по бетонированию оснований под бетонки. На объекте сейчас задействованы 45 человек, которые ведут монолитные работы. Ещё порядка 20 человек заняты в качестве разнорабочих. Строительство школы началось в конце прошлого года. Завершить работы планируют в 2024-м. У администрации округа на эту школу большие планы. Ровно через год, 1 февраля, мы начнём даже не с данной школы, мы начнём уже приём детей. В рамках реализации проекта выполнят комплексное благоустройство, а также возведут школьный стадион. При проектировании объекта учтены лучшие тенденции мирового опыта. И привлекаются специалисты из разных сфер. Ударными темпами идёт строительство школы на 1735 мест в ЖК Новое-Низветково. В настоящий момент на площадке находится 130 человек. Ведутся монолитные работы первого этажа. По школе объём монолитных работ приблизительно 9 тысяч кубов. Три из них уже залито. По словам застройщика, монолитные работы планируется завершить в мае этого года. Четырёхэтажное здание школы площадью 7400 квадратных метров будет оборудовано всем необходимым для обучения и комфортного пребывания учеников. Кроме того, для занятий спортом и отдыха полностью обустроят прилегающую территорию. Мы уже планируем, как перераспределить, Юлия Олеговна, детей, чтобы у нас было равномерно, где-то будет больше начальной школы, где-то старше, для удобства работы. По факту ещё один. Надо год продержаться. В октябре прошлого года началось строительство долгожданной школы в микрорайоне 25А на Первом Рупасовском переулке. Новое здание будет рассчитано на 1100 учеников. Вести школу в эксплуатацию планируют в 2024 году. Рядом со школой строят и детский сад на 250 мест. Его строят по госпрограмме Московской области за счёт средств бюджета. Уже приступили к загребню в подвале, блоки выкладываем. На следующей неделе приступаем к инженерам ко всей. Также сети наружные. Наружные сети, тепло, вода завершены, уже врезки выполнены, здания заведены. Сейчас вы видели, там мы выполняем водопровод и внутри делаем ливнёвку. Также в планах застройщика установить на прилегающие территории теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, провести благоустройство и озеленение. Завершить строительство нового объекта образования планируется в этом году. Следующий пункт назначения – строящаяся школа на 1100 человек в ЖК «Цветочный город». Группа компании «Строитекс» закончила подготовительный период. В него входил вынос инженерных сетей из зоны застройки, строительство подстанции, электрической покупка мощности. То есть на сегодня мощность подключена на постоянной основе. Залиты ростверки, выполнены свайные фундаменты, подбетонная подготовка. По словам застройщика, в настоящее время всё готово к началу монолитных работ. На стройплощадке работает пять единиц техники и два башенных крана. Глава округа отметила, что строительство идёт с задержкой. По плану школу во втором микрорайоне должны сдать летом этого года. За темпами работ контроль со стороны администрации будет усилен. В этом году в округе впервые пройдёт конкурс среди сельских старост. Победитель получит денежный приз, который можно будет потратить на развитие населённого пункта. Тем самым жители смогут реализовать свои проекты и инициативы. Об этом глава округа Юлия Купецкая рассказала на встрече со старостами. Кроме того, участники совещания обсудили дальнейшие форматы работы и средства коммуникации с жителями сёл и деревень. Алина Саваш продолжит. В этом зале собрались те, кого называют главными помощниками власти. Старосты сельских населённых пунктов – это активисты, которые, как никто, переживают за будущее своей малой родины. Жители знают, к ним можно обратиться по любому вопросу. Потому что доверяют. Я уже второй срок прохожу как староста деревни. Но кто-то же должен этим заниматься. Кто-то должен помогать нашей деревне. Поэтому, конечно, жители выбрали меня единогласно, стопроцентно. Поэтому стараюсь помочь как-то. Благоустройство, газификация, освещение, транспортная доступность – на повестке десятки вопросов. Опыт выездных встреч показал – проблемы у населённых пунктов схожи, но везде необходим личный подход. Много удалось сделать в ушедшем году. Но есть задачи и на перспективу. За 2022 год, да, мы уже сделали, мы уже, как говорится, за асфальтировой пешеходной дорожки там сделали. У нас, как говорится, сделали детскую площадку, как говорится, в посёлке. Вот. Потом, значит, сделали нам освещение уличное. Ну и ещё есть текущие вопросы. Там будем смотреть, там по МКД у нас есть там вопросы. Это уже мы в рабочем порядке, все эти вопросы будем решать. В целом у нас в деревне с благоустройством всё хорошо, жители как могут поддерживать общее, так сказать, имущество деревни – это и дороги, и какие-то приусадебные такие участки небольшие, озеленения, деревья. Всё это стрижётся, поддерживается, выращивается. Всего в нашем округе более 90 населённых пунктов. И самое сложное в этой работе – это наладить коммуникацию. В прошлом году представителям муниципалитета было проведено 85 встреч. Особенно полюбились сельчанам выездные администрации, которые неоднократно доказывали свою эффективность. В 2023-м эта работа будет продолжена. Кроме того, с этого года добавится ещё один формат взаимодействия. В ближайшее время состоится первая объединённая встреча с жителями, на которой представители территориальных управлений будут докладывать о проделанной работе. У жителей будет возможность задать интересующие вопросы и обозначить проблемы. Мы в прошлом году в декабре открыли детский сад в Сухарево. Тоже такой очень значимый вопрос. И школу сейчас проектируем в Сухарево, поликлинику строим в Пирогово. И, наверное, жителям тоже нам есть о чём рассказать, о тех социальных проектах. И если Пирогово взять, это, конечно, и школы, которые ждут, и в ЖК «Афродит», и в Пироговской ривьере, где у нас отсутствует образовательное учреждение. Вот об этом всём мы будем конкретно рассказывать со сроками той работы, которую мы проделали, и что мы планируем ещё сделать для того, чтобы нам решить вопрос. И ещё одно нововведение. В этом году в округе впервые пройдёт конкурс для сельских старост. Победитель получит призовой фонд, который можно будет потратить на развитие населённого пункта. Помимо, конечно же, денежных призов, всё-таки, наверное, одна из главных идей этого конкурса, чтобы нам сблизиться, объединиться, с коллегами пообщаться, принять, может быть, у кого-то какой-то положительный опыт. И чтобы мы более качественно наладили, наверное, взаимодействие между администрацией, старостами и жителями наших населённых пунктов. Положение конкурса с условиями участия будет опубликовано на официальных ресурсах администрации. Там же можно будет узнать о первой ближайшей объединённой встрече с жителями населённых пунктов. Далее о благоустройстве. Мытищинский лесопарк стал одним из самых популярных мест отдыха. Сотни жителей и гостей ежедневно посещают лесопарковую зону, поэтому и выступили с инициативой благоустроить ещё один вход в парк – тот, где сейчас находится народная тропа. Вместе с мытищинцами в этом вопросе разбирались представители администрации и общественной палаты. Пять лет Николай Плеско живёт в Мытищах. 16-й микрорайон нравится ему за близость к лесопарку. Каждое утро в любое время года он ходит сюда на зарядку, а зимой – катается на лыжах. Зимой и летом, когда идёт мелкий дождик, здесь подняться проблематично. Особенно для людей старшего возраста и детей. Николай Сергеевич обратился в администрацию округа с просьбой оборудовать этот переход ступенями. Представители общественной палаты и администрация округа выехали на место, чтобы лично убедиться в целесообразности нового перехода. К слову, мытищинский лесопарк уже оборудован двумя благоустроенными входами. Мы переходим через переход, который расположен рядом с Роснефтью, с заправкой. Там очень удобно. И переход через Волковское шоссе, и переход через железнодорожные пути на ту сторону. Очень удобно. Но с этой стороны, если те жители, которые здесь живут, им тоже можно туда пройти. Правда, немножко нужно 200 метров здесь пройти. Здесь есть ещё за вход в парк даже 150 метров с этой стороны. Члены общественной палаты прошли путь, который жители города и в частности 16-го микрорайона преодолевают ежедневно, чтобы попасть в лесопарк. Эта народная тропа пользуется популярностью. Мы видим, что эта тропинка украшается в железнодорожные пути, которые обеспечивают работу ТЭЦ. Данные пути находятся в Ведении РЖД. То есть по всем нормам и правилам пройти согласование и получить согласование РЖД на какой-то санкционированный здесь переход, ну, скорее всего, будет невозможно, так как это идёт вразрез всем требованиям нормы безопасности. Мы, наверное, всё-таки попросим тогда управления благоустройством, чтобы был повешен информационный стенд, что действительно в 200 метрах находится благоустроенный пешеходный переход. Потому что многие, в том числе и жители, и особенно гости нашего города, они не знают об этом. Кстати, как и я сам не знал. Следующая точка маршрута – оборудованная входная группа в Мытищинский лесопарк со стороны Волковского шоссе. Для удобства здесь есть ступени и пандус для маломобильных групп населения. В настоящее время ведутся переговоры с собственниками данных путей, то есть с 127, с РЖД. Получаем технические условия для того, чтобы этот проход можно было оборудовать в полной мере. Попасть в Мытищинский лесопарк можно со стороны Волковского шоссе и Пироговского. Жители должны сами решить – идти по благоустроенному переходу или воспользоваться народными тропами. Православные отметили крещение Господней или Бога явления – один из самых почитаемых праздников. По традиции сначала в храмах прошли торжественные литургии, а после прихожане выстроились за святой водой. Ну, а самые смелые отправились к Иордании, чтобы совершить омовение. Сколько человек посетили купель и как отметили этот праздник в Мытищах, расскажет Алина Саваш. Под звон колоколов праздник крещения Господней начинается с торжественной литургии в церкви. Одна из самых пышных в храме Владимирской иконы Божьей Матери. Тысячи людей в этот день вспоминают о событии, описанной в Евангелии, когда Иисус принял крещение в реке Иордан. Ежегодно в преддверии праздника верующие стараются исповедаться, причаститься и зарядиться позитивными мыслями. Великое торжество дарует нам в этот день Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, который просвещает нас, освящает нас, дает нам милость, дает свою любовь, дает вечную жизнь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Во всех храмах округа Малебин собрал несколько тысяч прихожан. После него служители совершают традиционный чин великого освящения воды. Считается, что после этого она приобретает особенные исцеляющие свойства, дает здоровье и духовные силы, причем не теряет эти качества на протяжении всего года. Набираю воду, верю в ее лечебные свойства, то, что она очищает, дает возможность задуматься о том, что мы делаем на этом свете. Это святой праздник. Очень много здоровья в этот день, считай, получается. Ну, как сказать, нужно для поддержания тонуса. Ну и здоровья. Стараемся не думать о плохом. Ходить в храм. Не ругаться. Уважать близких и окружающих. И главное сейчас молиться за ребят, которые сейчас находятся не с нами. Под колокольный звон после службы в крестный ход. По традиции праздник сопровождается купанием в Иордане. В России это уже стало народной традицией. Только в мытищах окунуться в ледяную воду в минувшую ночь решились более двух тысяч человек. Восемь лет подряд мы это делаем. Это у нас традиция в нашей семье. Мы с друзьями приходим в храм, отстаем в службу. Освещается вода. Потом крестным ходом приходим, освещаем воду, потом окунаемся. Крещенские морозы обошли центральный регион стороной. Погода была больше похожа на весеннюю. Но холодов прихожане не боятся. Каждого из них внутри греют мысли о добром и светлом. Надо ни о чем не думать, а думать о том, что сердце, чистота, благодать. Это великий праздник, и я всем говорю, надо это сделать хотя бы раз в жизни. Пока одни заходят в купиль не раздумывая, вторые долго собираются с духом. Кто-то окунается молча, другие дают волю эмоциям. Отлично, здорово просто. С праздника православный. С близкими и родными, с друзьями и поодиночке каждый год все больше верующих присоединяются к этой традиции. Тем более, что условий для того, чтобы все-таки решиться окунуться в воду, более чем достаточно. Каждая площадка оборудована осветительными приборами, настилами, шатрами для переодевания. За безопасностью следят спасатели и волонтерам герб. Ну а после купания всех прихожан угощают чаем и гречневой кашей. Заряд бодрости после ледяной воды обеспечен на целый год. А вот эмоции останутся на всю жизнь. Если шаг в воду сделать пока сложно, не страшно. На крещение любая вода святая. Да и это не главное. В этот праздник важно быть рядом с родными и близкими. И в завершении наша еженедельная историческая рубрика «Вечно живые». В мытищах увековечили память участника Великой Отечественной войны. Андрея Петровича Казанкова. Мемориальная доска висит на доме, где жил старший лейтенант, герой-партизан и отважный воин. Материали Екатерины Шарыповой о героическом подвиге нашего земляка. Серьезный взгляд, легкая улыбка. Таким запомнили старшего лейтенанта Андрея Казанкова. Ему было всего 27 лет, когда он, защищая землю от врага, героически погиб на поле боя. Андрей Казанков работал в научно-исследовательском институте искусственного волокна на улице Колонцова. Совсем недавно здесь торжественно открыли мемориальную доску в его честь. Вот я, к сожалению, о Казанкове Андрея Петровича практически ничего не знал. До момента, когда мы, вот я, что принято решение было Совета депутатов об открытии мемориальной доски. И когда я вник и посмотрел его заслуги, они героические были заслуги. Он не герой Советского Союза, но он совершил своими друзьями, разведотрядом, героические поступки. В 1941 году Андрей Казанков входил в группу бойцов Матичинского истребительного батальона в разведывательно-диверсионном отряде «Москва». Их главной задачей было совершить рейд по городам Подмосковья и освободить территорию от врага. 13 января 1942 года они уже должны были выходить на Большую землю, рейс заканчивался. Они заминировали свою стоянку и произошел взрыв, они увидали, что каратели их окружают. Вызвался Андрей Петрович Казанков, комиссар Филоненко, Кувшинников и четыре бойца. И они решили, чтобы весь отряд не погиб, потому что на 80% лыжи были сломаны, финны были тренированы, очень егеря. И бой длился четыре часа, а в живых оставался один только Филоненко. Проявив высочайшее мужество, героизм и отвагу, Казанков и его боевые товарищи пали смертью храбрых. Спустя несколько дней советские войска все же освободили Московскую область от фашистских оккупантов. Этот рейд оказался одним из самых результативных в истории Первого года войны. Безусловно, и Казанков, и те ребята, которые сейчас на фронте, это все наши, наши воины и защитники. И я благодарна Владимиру Владимировичу Фадиеву, который инициировал восстановление этой мемориальной доски. Это очень правильная такая общественная инициатива. И сотрудники музея, весь музей в целом ее с удовольствием поддержали. Исторические справки делали для того, чтобы подтвердить значимость подвига Казанкова. Посмертно Андрей Казанков был награжден медалью «Партизана Отечественной войны первой степени». В наградном листе о нем потом напишут «Отважный, волевой и смелый командир». Это были главные события уходящей недели. Хороших вам выходных. Берегите себя и помните, наша команда работает для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова